Внимание! Данная программа является памфлетом и воспринимать ее следует соответственно. Любые сходства с реальными людьми или событиями являются случайными и непреднамеренными. Сегодня Международный день музеев, поэтому мы решили снять выпуск вот в такой шикарной обстановке. Уже за это можно поставить лайк этому ролику. Не забыть подписаться на наш канал и подписаться на мой личный канал Мистер Буй Мистер. Ссылка в описании. Друзья, ваша помощь нам очень важна. Каждый ваш лайк, каждая ваша подписка словно музейный экспонат. Эй вы, что вы делаете в моем доме? Так мы же договаривались с господином... С кем вы там договаривались? Только я умею со всеми договариваться. А ну-ка крыши отсюда, быстро! Ладно, ладно. Так, Паш, давай собираемся, а то он еще сейчас доминировать над нами начнет. Это Вечерний Буй Мистеру. Мы все равно проведем для вас экскурсию по новостям, но только уже из нашей родной студии. Кстати, стол тоже забери. Мы пока еще не такая популярная программа, но скоро он будет стоять в музее. В музее Вечернего Буй Мистера. Вот увидите. Господин Спынов, а может быть мы договоримся? Может быть и взятка? Здравствуйте, друзья! Все вы слышали об эффекте бабочки. Похожий эффект продемонстрировала интервью нашего президента Юрия Дудю. Чем больше проходит времени, тем большими гранями обрастают ответы Майя Санту. Например, говоря о внедрении голосования по почте, она заявила следующее. Сейчас на рассмотрение или может быть уже принят в парламенте законопроект о том, что в этих выборах еще можно будет по почте голосовать? Парламент обсуждал. И после того, как закон будет принят, я понимаю, что парламент собирается отправить в Венецианскую комиссию. Мы посмотрим, что скажет Венецианская комиссия. О как! Сначала примем, а потом спросим у Венецианской комиссии, правильно ли мы сделали. Уже тогда многие задавались вопросом, а почему не спросить сразу у комиссии про этот закон и уже потом решать, принимать его или нет. И вот спустя две недели мы поняли почему. Потому что в Венецию его никто не посылал. Парламент принял, Санту тут же промульгировала, не ожидая ничьих одобрений. Кстати, рука подписать этот закон у нее поднялась, даже несмотря на выходной день. Вот такая моя наша работает как пчелка, не покладая рук, правда покладая что-то другое на всякие международные институты, да и на жизнь в нашей стране. Кстати, о международных институтах. Когда Юра спрашивал Маю о цензуре, в ответ на все аргументы Санту отвечала так. Я только что вам сказала, что оценка не наша, а объективная оценка, вот в международном рейтинге, Молдова, по-моему, с 80 с чем-то позицией, она поднялась за последние два или три года до 28 позиции. Но рейтинг рейтингами, но за последние два года в Молдове заблокированы десятки медиа и телеканалов. Причем, как я понимаю, многие или все без решения суда. Что это, если не цензура? Но когда у тебя закон, эти, не знаю, как их называть, медиа, они не соблюдают закон, то, конечно, нужно принимать и... Тут вопрос. Если эти медиа, которые Санту не знает, как назвать, нарушали закон, то доказать в суде их вину не составит труда, правильно же? Но зачем эти заморочки, когда можно просто закрыть каналы по подозрению? Ну а строчка в рейтинге репортеров без границ для Санту, как козырная карта, которую просто нечем бить. И вот на этих специалистов президент ссылалась всякий раз, когда Дудь спрашивал ее, там, а разве это не цензура? Но, как оказалось, побить эту козырную карту Санту может только лишь время. Потому что на днях репортеры без границ опубликовали обновленные данные, где позиции Молдовы в рейтинге свободы пошатнулись. И мало того, что рейтинг понизили, они еще и объяснили почему. Вот вам мы представим некоторые выводы экспертов, которые еще две недели назад были любимыми экспертами Майя Санту, и она назвала их истиной в последней инстанции. В то время как некоторые СМИ рискут взяться за освещение вопросов, которые неудобны для властей, многие ограничиваются следованием политической повестки дня партии, которой они принадлежат. Чрезвычайное положение, введенное из-за вторжения России в соседнюю Украину, было использовано властями для приостановления действий лицензии нескольких телеканалов накануне выборов 2023 года. Без должной прозрачности оснований для такого решения вызывают беспокойство быстрые непрозрачные изменения в законодательстве в конце 2023 года с целью блокировки каналов. Журналисты могут стать объектом оскорблений и запугивания со стороны политиков. Их сторонники иногда прибегают к киберпреследованию репортеров, которых считают враждебными их идеям. Как мы понимаем, эту статью сложно будет перевести на румынский как «Браво, Майя Санду!». По поводу репортеров без границ ждем уже брифинг от Даниэла Воды, который выйдет и заявит, что репортеры не только без границ, но и без берегов, потому что попутали эти самые берега, рассказывая о рейтинге самой демократичной демократии, самой демократичной демократкой во главе страны. И это еще хорошо, что репортеры без границ не заметили, что на протяжении этих двух часов Майя неоднократно высказывала свое отношение к разным политикам и политформированию. Мы это явно увидели и решили показать вам в нашем видеомеме «Санду поясняет за». Я хочу вам сказать, что это со времен Советского Союза. Мы не пришли к какому-то решению, и, конечно, это проблема. Я привыкла, но я не могу сказать, что мне это очень нравится. Мы сделаем все для того, чтобы этого не случилось. У нас были большие коррупционные схемы. Это помогает больше всего. Ну, я бы сказала, что это одно. Я не согласна. Это может быть их мнение, но я не согласна. Вообще ничего не имеет. Это неправда. Они говорят неправда? Это неправда. Да. А расскажите. Ну, они тоже себя чувствуют в безопасности. И я... У меня очень хорошие соседи. Ну, так случилось. То есть люди вообще не понимали, потому что они не понимали. Конечно, нужно принимать, не знаю, как их называть. Мы создавали партию, и у нас был только один человек, которому мы платили. Люди, которых мы все уважаем. Это выглядит очень плохо. Не могу сказать, что это можно сравнить. То есть, конечно, все люди делают ошибки. Я могу вечером что-то посмотреть иногда. Спасибо вам большое за это общение. Спасибо. До сих пор все географы мира не могут определиться, где же все-таки находится центр Европы. В Литве уверены, что это гипотетическая точка расположена в Вильнюсе. В Бельгии думают, что центром Европы является маркер в коммуне Веруанваль. В Белоруссии батька лично показал, откуда готовилось соединение точек Европы, в которых пересекаются линии с окружностью, и доказал, что центр Европы находится в Полоцке. Но, видимо, молдавские ученые ночью чуть-чуть сдвинули гравитационное поле Земли, и центр оказался в Молдове. Вы не поверите, в Санжирей. О чем радостно сообщил пасовский мэр этого населенного пункта. Мы уже давно подметили, что господину Ковалеву с такой подачей не в кресле мэра надо сидеть, а заниматься более полезными вещами. Иди сюда, я попророчествую в твою жизнь. Привет от господа прямо сейчас, во имя Иисус. Но преевропейский мэр выбрал другой путь и проповедует о том, что Санжирей это центр Европы. Понятно, что звучит это смешно, причем не только для нас с вами, но и для самого европейского спикера в мире, Игоря Гроссу. Вот, обратите внимание на его реакцию. Но оказалось, что с темой Европы у нас не шутят. Поэтому недавно в Санжирей установили памятный знак, чтобы вся Европа знала, где находится этот ее центр. Итак, раз, два, три. Да, такого Буруяна я давно не видел. Наверное, его решили не косить к открытию, потому что он же прорастает прямо из европейского сердца. Я вот не понял, правда, где были Санду, Ричан, Спыну. Они тянут нас в Европу, а сами в эпицентре Европы не захотели оказаться. А что касается самого знака, такое ощущение, что его сделали лучшие умы и руки инженерно-архитектурно-дизайнерского искусства. Правда, нашей местной школы. Дали задание ученикам младших классов вырезать из бумаги звездочки. Ребята, кто постарше, выпилили лобзиком круг. Ну а физрук лично нарисовал дизайн. Ну как, просто перерисовал его заставки своей Нокии 3310. Вообще непонятно, почему в этой композиции появилось изображение этих рук. Ладно, первое, там, ладонью вверх. Это понятно, мы постоянно что-то просим у Европы. А вот второе, тут бы, знаете, больше подошло просто перерисовать автором старый добрый мем. Вот тогда бы и смысл у всего этого появился. А сейчас получается, что вроде бы хотели сделать все как в Европе, а получили как в центре Европы. И вообще непонятно, для чего власти санжерей установили этот знак. Ну давайте будем реалистами, но не получится из него сделать объект паломничества всех евроинтеграторов. Даже если на открытии не было самых главных его представителей. Стали лишь санжереи после установки этой конструкции центром Европы. Не думаем. Потратили на это деньги, которые могли бы уйти на другие, более важные для города проекты. А вот это факт. Такой же факт, как и то, что наши власти, кроме установки каких-то непонятных памятников, развешивания флажков европейских и громогласных лозунгов, что вот мы Европа, ближе к Европе не становятся. И наш путь туда также покрыт буруянами, как и памятник в санжереях. От творческих людей часто можно услышать. Я это делаю не ради денег, а ради искусства. А вот наша власть решила сделать деньги на людях, которые так и говорят. Согласно новому законопроекту, государство планирует ввести свежий налог на творческую деятельность, которая коснется продажи картин. Получается, часть от каждого проданного рисунка придется отдавать государству. Художники негодуют, потому что пока для поддержки их деятельности государство делает ровно столько же, сколько Малевич использовал ярких красок в своей знаменитой картине. Художники боятся, что эти самые налоги не будут составлять 30% от стоимости картины, ведь именно столько забирает владелец галереи, если выставленный в ней объект продается. Но никто не удивится, если наши у Аминь Бунера судят так. Где эти картины выставляются? В Молдове? А владельцы этой галереи под открытым небом это кто? Это мы, так что давайте, пожалуйста, нам сюда наши законные 30%. Нет, мы, конечно, понимаем, что государству нужны деньги, но почему эти деньги решено взять именно в той среде, где действительно финансово успешных представителей единицы, непонятно. Также непонятно, что художники получат взамен этих налогов. По хвалу от президента в фейсбуке? Или их еще и обяжут оборудовать студии по европейским стандартам? В общем, опасения творческой братьей понятны, но мы попробуем немного умаслить нашу власть и показать им такие картины, за которые они не захотят брать налог. Ведь на этих картинах будут изображены они сами. Искусство требует жертв, а мы решили пофантазировать о том, на какие жертвы нужно пойти молдавским художникам, чтобы быть у наших властей в фаворитах. Работа Эдварда Мунка «Крик» вдохновляет не только на персонажей фильма в маске, но и на президента в маске безобидной овечки. Да и название уже есть – «Крик Майи», которая увидела свой рейтинг доверия. В картину «Бонапарт на перевале Сен-Бернар» идеально впишется спикер с имперскими замашками. Вот он, наш гроссулион верхом на коне. Ну, вернее, на пони. Показывает рукой, в каком секторе отключить микрофон оппозиции. Произведение Марка Шагала «Над городом» очень верно передало настроение, с которым Раду Марьян и Дан Перчун возвращаются с дискотеки. Мы очень надеемся, что в этом случае Марьян не будет заявлять, что картина фейк, как-никак на фоне не играет российская песня. На этом полотне Пикассо запечатлел любительницу абсента, а она нам напомнила любительницу физиогномики Аллу Немиренко. Возможно, именно в такой обстановке госпожа Немиренко придумала привлечь архитекторов из Италии к модернизации молдавских больниц. На произведении «Искусство Энди Уорхола» изображена Мерлин Монро в разных цветовых гаммах. Нам кажется, что Ион Чибан смотрелся бы здесь не хуже, тем более он тоже менял свои цвета. Был то коммунистом, то социалистом, то независимым, а сейчас вообще манист, ну или манелец. Картина Николая Пимоненко «До дома» изображает одну из сцен сельской жизни. В нее удачно впишется беспартийный речан, раздающий сельчанам партийные газеты. По картине видно, что ему не очень рады. Возможно, из-за того, что газеты уже не актуальны, так как отопительный сезон прошел. В полотно «Все в прошлом» отлично впишутся Михаил Гимбу и Дарин Киртуакая на своей даче. На них уже всем все равно, так что ветераны унионистического труда чувствуют себя свободно и даже никуда не прячут русский самовар. Известную картину «Свобода, ведущая народ» стоит всего легко отредактировать, чтобы получилась санду, ведущая в Европу. У ее спутников оружие, чтобы переубедить тех, кто в Европу идти не хочет. А грудь мы прикрыли, чтобы нас не обвинили в дипфейках и самих не прикрыли. Вот на такие работы вдохновили нас классики изобразительного искусства и наша действительность. Если кого-то эти картины оскорбили, то помните, что искусство как зеркало. Оно отражает не автора, а того, кто в него всматривается. Вот у нас часто жалуются на судей. Что в судах первой инстанции, что в конституционном. Даже санду говорит, что систему юстиции надо бы реформировать. Но любому судебному произволу даст огромную фору голландский футбольный арбитр Ян Смит. Судивший решающий матч в четвертом дивизионе. В игре между командами Валкин и Сент-Джордж он подслуживал святым так, как будто у самого нет ничего святого. Удалил трех полевых игроков. Потом еще и тренера. Видимо, услышал с тренерского мостика что-то подобное. Но и этого тезкам Свинту Георгий было мало. И поэтому судье пришлось добавить к матчу аж 15 минут. Странно, что не дошло до такого. Тогда бы все поняли, что судья абсолютно беспристрастный. В финале Сент-Джордж все-таки смог забить решающий гол. Но все лавры, конечно же, достались арбитру. Чью помощь оценили и позвали на празднование. Где он поддержал трофей и даже спел для команды. Команда такой перформанс оценила. А вот футбольная федерация нет. И пожизненно дисквалифицировала рефери. Сам он с этим решением, конечно же, не согласен. Считает случай смехотворным. И у него вообще своя версия событий. В КНВБ не проводили никаких исследований и посмотрели только одно видео. Я больше не буду прогибаться и умолять. Как будто я совершил убийство. Во время церемонии я стоял рядом со сценой и пил пиво со своей девушкой. Когда футболистов награждали, они попросили меня спеть. В выборной песне есть пауза. И мне в руку сунули салатницу. Короче, я не праздновал. Это ребята праздновали. Я просто рядом стоял. Что за детские голландские отмазки. Мог же заявить, что видео дипфейк. Все. И все поверили. Дополнил бы это еще тем, что это гибридная атака на него лично. А все, кто его обвиняет, это агенты Кремля. Это они дали ему красную карточку. Красная, 100% что-то с Россией связано. Вот тогда, может быть, и прокатило. А так, по-видимому, придется искать голландцу новую работу. На сегодня все. Дорогие друзья, берегите себя. Не будьте поводом для судебных разбирательств и плохих новостей. Пока-пока. Пашка, а ты прикинь, если бы этот рефери он бы судил не футбольный чемпионат Голландии, а Евровидение. Он бы тогда дисквалифицировал не самого голландца, а эту фотографу, которая фоткает там все, что попало. Ты что там, с камерой сидишь? Вафлин, у тебя, да. Камеру выключи. Или тебе по-голландски сказать? Вафлин камерфлин. Я уволюсь.